Скандал разгорается в Париже. По информации влиятельной французской газеты «Либерасьон» со ссылкой на Викиликс, американские спецслужбы с 2006 года прослушивали президента в Пятой Республике. Объектами шпионажа стали три главы государства – Жак Ширак, Николай Саркази и Франсуа Алант. После публикации документов АНБ Алант созвал экстренный Совет Безопасности. Тем временем в США заявили, американские спецслужбы не занимаются перехватом телефонных переговоров действующего президента. Однако не пояснили, была ли слежка за французскими лидерами ранее. Андрей Баранов разбирался. Ширак Саркази Алант. На протяжении шести лет, с 2006 по 2012, американская разведка следила за президентами Франции. Новые разоблачения от Джулиана Асанджа накануне поздно вечером опубликовали интернет-журнал «Медиапар» и газета «Либерасьон». Сложно принять, что между союзниками может существовать подобная практика, в частности прослушивание президентов республики. Когда вместе боретесь с терроризмом, трудно представить или понять, что мотивирует союзника, прослушивать своих союзников. Первая депеша NSA по результатам слежки за последним французским президентом датирована 22 мая 2012 года. Спустя ровно неделю после инаугурации Франсуа Аланда. В ней говорится о том, что уже 18 мая Аланд распорядился устроить секретные правительственные консультации на тему возможных последствий выхода Греции из Евросоюза. А также жаловался на то, что его встреча с Меркель в Берлине, первый зарубежный визит в должности президента, был показным и совершенно бесполезным. Заодно президент собирался встретиться в Париже с немецкой оппозицией и успокаивал своего премьер-министра, что Меркель об этом не узнает. Викиликс передали французским журналистам список телефонных номеров, находившихся на американской прослушке. В нем прямой мобильный хозяин Елисейского дворца, а также телефон на его ближайших советников, французских министерств и дипломатов. Документы, касающиеся президентства Саркози, позабавили французскую прессу. Одна из секретных телеграмм гласит, что Саркози считает себя единственным, кто способен разрешить всемирный финансовый кризис. Заявление, вполне соответствующее характеру предшественника Оланда. В момент, когда правда об американской слежке стала достоянием общественности, нынешний министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус находился за столом переговоров с Сергеем Лавровым. Нормандская четверка обсуждала Украину. У главы российского МИДа спросили, что он думает о последних известиях. Я этого не видел, но не удивлюсь, не удивлюсь. По крайней мере, скажу, что сегодня на Кедарсе, когда мы вели переговор, у нас периодически то выключались все микрофоны, то все микрофоны включались. Спасибо. По крайней мере, они думают, что мы так же важны, как немцы, восклицают подвешенные за телефонный провод французские лидеры на карикатуре от Викиликс. Действительно, многое напоминает скандал с прослушкой мобильного телефона Ангелы Меркель. К слову, две недели назад Генпрокуратура Германии прекратила следствие по этому делу за недоказуемостью обвинений. Вероятно, в качестве форпоста для слежки в Париже, так же, как и в Берлине, использовалась надстройка над зданием посольства. Оборудование, скрытое фальшфасадом. Правда, едва ли Меркель и Аланс могут теперь вместе возбущаться поступком заокеанских друзей. Журналисты Медиапар обратили внимание на то, что часть прослушек была осуществлена при помощи иностранного спутника. Есть серьезные подозрения, что принадлежал он именно ФРГ. Комплекс американского посольства в Париже расположен невероятно удобно. Всего в паре кварталов от Елисейского дворца. Так что с крыши виден двор президентской резиденции. И всего через площадь согласия от нижней палаты французского парламента. Также на прямой видимости Министерство иностранных дел на набережной Арсе. Союзники британцы соседний двор через стену. Вероятно, в Вашингтоне сочли, что таким выгодным местоположением просто грех не воспользоваться для тщательной слежки за своими партнерами по НАТО. Андрей Баранов и Евгений Полойко. ТВ-центр. Париж. Франция. Накануне в Париже до полуночи длилась встреча Нормандской четверки. Главы МИД России, Франции, Германии и Украины обсуждали пути урегулирования ситуации в Донбассе. Министры выразили приверженность митским договоренностям, а также вновь призвали к деэскалации конфликта. Особый акцент на необходимости прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском и демилитаризацией Широкина. Сергей Псурцев подробнее. Встреча министров иностранных дел четверки продолжалась более трех часов и закончилась только ночью. Участники переговоров считают, что несмотря на продолжающееся нарушение режима прекращения огня, реализация минских договоренностей продвигается. Министрам удалось согласовать итоговое коммунике. И еще до его оглашения глава российского МИДа Сергей Лавров поделился деталями на пресс-конференции. Мы высказались за то, чтобы в рамках подгруппы по вопросам безопасности, которая была сформирована в контексте минского процесса, вот в рамках контактной группы, как можно скорее были одобрены решения по демилитаризации Широкина, по пресечению нарушений прекращения огня, по установлению усиленного мониторинга по всей линии соприкосновения и по завершению договоренности о том, чтобы в разряд отводимых вооружений включить не только вооружение калибром свыше 100 мм, как это было условлено в Минске, но и вооружение калибром менее 100 мм. По словам министра, участники переговоров согласны, что весь пакет мер от 12 февраля сохраняет силу именно как пакет. И важно продвигаться по всем направлениям, по каждому пункту соглашения. Много внимания было уделено и задаче налаживания прямого диалога между Киевом с одной стороны и Луганском и Донецком с другой. Но для этого, прежде всего, нужно прекратить стрельбу. Без перемирия не может быть никакого успеха. Без перемирия не будут восстановлены пути сообщения между Донбассом и остальной Украиной. Без перемирия мы не сможем обеспечить политический процесс. Однако министр Лавров отметил, что представители четверки ясно понимают, что существуют игроки, которые хотят силового решения, и никакой вариант мирного процесса их не устраивает. Есть такое ощущение, что имеются силы, которые хотели бы этот процесс подорвать. Я не буду называть адреса, но такие силы имеются. Многим по разным причинам предпочтителен военный, силовой сценарий. Многим хочется, чтобы ситуация не успокаивалась, а наоборот усугублялась. Сегодня, подчеркну это со всей ответственностью, все четыре министра твердо выступили против подобных попыток, за то, чтобы Минск-2 оставался основой всех наших усилий. Мои коллеги из Германии, Франции, в частности, подчеркивали, что Минску-2 нет никакой альтернативы. Сергей Лавров также отметил, что помимо задачи продвижения к миру, крайне важно переходить и к политическим реформам, к децентрализации власти на Украине и созданию особого статуса юго-восточного региона страны. Сергей Псурцев, Виталий Марченко, ТВ-центр. Пока власти самопровозглашенных республик призывают к соблюдению Минских соглашений, Киев продолжает обстреливать Донбасс. За минувшие сутки силовики нарушили режим тишины более 30 раз. Под огнем артиллерии вновь оказались окраины Донецка. Выручлены несколько домов, пострадали десятки местных жителей. Ночью возобновились обстрелы Горловки и Донецкого аэропорта. В ДНР отметили, что ВСУ продолжают стягивать тяжелое вооружение к линии соприкосновения. А власти Донецка сегодня начали второй этап эвакуации населения. Жители пострадавших районов направят в Макеевку, где для них организовали временное жилье и пункты выдачи продуктов и медикаментов. На трассе Киев-Харьков взорвался грузовик Нацгвардии. По данным местных СМИ, военные перевозили боеприпасы из столицы Украины в Донбасс для усиления своих позиций. Между тем в Киеве о несоблюдении минских договоренностей говорят открыто и на высшем уровне. Лилия Попова продолжит. Вслед за Петром Порошенко тему отказа от минских соглашений подхватили и те, кому он пока еще платит зарплату. Вчера украинский президент заявил, что договариваться с Донбассом не намерен и никакая федерализация не будет разрешена. Директор Центра политического анализа ПЕНТа Владимир Фисенко, который одновременно является членом Общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины, тут же выдал свое экспертное мнение, согласно которому Украина может прекратить выполнять минские договоренности в случае боевых действий в Донбассе. Россия проводит военный шантаж, и если Европа на это соглашается, то я думаю, что мы должны продемонстрировать жесткость, вплоть до заявления о том, что мы можем временно прекратить участие в минских переговорах, если будут проводиться военные действия в Донбассе. В Овской области еще в апреле, чтобы обучить украинцев пользоваться оружием и техникой западного образца. В России это расценили как первый шаг к поставкам в зону конфликта американских вооружений. В том же апреле, вслед за США, Канада решила направить на Украину 200 инструкторов. По сообщениям украинских СМИ, их ожидают уже в августе. Канадцы будут обучать младший офицерский состав, который считается основой западных армий. Все тот же замглавы администрации Порошенко уже радостно потирает руки и раскрывает почти военную тайну. Американские друзья пообещали систему противобатарейной и радиоэлектронной борьбы, а также противотанковые средства. Все, конечно же, на поддержку молодой демократии в ее неравной борьбе с российским агрессором. Которые работают в ущерб интересам России. Об этом сегодня заявил на седании Совета Федерации глава Комитета по международным делам Константин Косачев. По его словам, за последние годы значительно выросло иностранное финансирование российских НКО. В 2013-м оно составляло около 37 миллиардов рублей, а в прошлом уже более 70. Косачев также отметил, что подобные вложения идут не на поддержку российских граждан, а на общую дестабилизацию политической и экономической обстановки в стране. Деньги выделяются государствами, не воспринимающими Россию как суверенную страну, напрямую вмешивающимися таким образом в наши дела через контролируемые спецслужбами фонды. Очевидно, наша страна, наши ценности, наши идеалы, иностранные демократические миссионеры, активно обрабатывающие сегодня наше общество, хорошо известны. Это Национальный фонд поддержки демократии, это фонд Сороса, это фонд МакАртуров, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт и многие другие. Следственный комитет проводит проверку по факту массового отравления детей в оздоровительном лагере Орленок в Туве. По последним данным в больницу попали 47 человек в возрасте от 9 до 15 лет. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Детям стало плохо накануне, после ужина. У всех были признаки отравления пищевыми продуктами. Сейчас в лагере работает оперативно-следственная группа. Решается вопрос о закрытии базы отдыха. В ходе неотложенных мероприятий была изъята документация, которая касается организации питания детей в данном лагере. Кроме того, изъяты образцы продуктов питания для назначения в дальнейшем экспертизы. Параллельно со следствием проводит проверку и Роспотребнадзор. В Свердловской области устраняют последствия мощного урагана, который обрушился на регион после рекордной жары. Ливни затопили Екатеринбург. В Серове из-за сильного ветра с одного из домов сорвался балкон. Есть пострадавшие. А из-за удара молнии произошел пожар на местный ГРЭС. Стихия бушует и в других российских регионах. Крупный град выпал в Краснодаре. Ольга Стрельцова изучила погодные сводки. Ужас. У нас дружба там на льба у него похожа. Зрелище действительно апокалиптическое. Молния ударила в трансформатор Серовской ГРЭС. Хорошо не рабочий. Потому и пострадавших не было. Как и угроза экологии, по сообщению официальных властей. Хотя, судя по тому, что творилось в Свердловской области во время сильнейшей грозы, без электричества остались 9 тысяч человек. Ущерб еще только предстоит подсчитать. Потоп. Весла доставай. О веслах мечтали многие. Отчаявшиеся спасти собственные автомобили начинали нырять в потоках. Гроза практически полностью парализовала движение и в аэропорту. Задержали 10 рейсов и на дорогах Екатеринбурга. Из-за отсутствия ливневой канализации встал общественный транспорт. Спецтехника. Маршрутки заливало наполовину. Автобусы следовали, не закрывая дверей. А вот кто не паниковал, так это дорожные службы. Они занимались делом. Укладывали асфальт. А у нас кого-то асфальт. В Краснодарском крае дорожные работы во время грозы не вели. Спасали имущество. В дождик попали, ехали попали. Хорошо, хоть машина не уплыла. Сильная гроза оставила без света несколько районов самого Краснодара. Локальные подтопления продолжают ликвидировать до сих пор. За один час выпала полумесячная норма осадков. Так что люди с трудом комментируют состояние собственных домов и подвалов. У нас непроходимость. По прогнозу синоптиков дожди должны прекратиться. Во всяком случае, к концу недели. Ольга Трельцова, Дмитрий Денежкин, ТВ-центр. К 10 годам колонии строгого режима приговорили фотографа Дмитрия Лошагина, которого обвиняют в убийстве своей супруги, модели Юлии Прокопьевой. Мужчину взяли под стражу в зале заседания. Он предстал перед судом уже во второй раз. В прошлом году фотографа оправдали. Но позже приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение. Сегодняшнее решение суда Лошагин намерен обжаловать. Свою вину он не признает. Напомню, скандальная история произошла в августе 13-го. Обгоревшее тело женщины супруги фотографа нашли в лесу у дороги. По подозрению в убийстве был задержан Лошагин. Как нужно действовать, если у вас вымогают взятку в воинских частях, учреждениях и организациях, расскажет сегодня Московская городской военной прокуратуре. Ветомство проводит прямую линию в рамках госпрограммы по антикоррупционному просвещению. Граждане смогут задать все интересующие их вопросы специалистам отдела противодействия коррупции. Ведь одна из основных задач Московской городской военной прокуратуры – это защита прав и интересов служащих и их семей. Прием продлится до вечера, а звонки будут принимать до 17 часов. И на этом пока все. Далее прогноз погоды. До встречи.